Ассамблея сейчас заслушает обращение его превосходительства Барака Обамы, президента Соединенных Штатов Америки. Я прошу протокол сопроводить его превосходительство. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин председатель, господин генеральный секретарь, коллеги и делегаты, уважаемые дамы и господа, сейчас, обращаясь к собравшимся на Генеральной Ассамблее в качестве президента в последний раз, хотел бы напомнить о прогрессе, который был достигнут нами за последние 8 лет. Из глубин острейшего финансового кризиса нашего времени мы вышли с координацией наших мер реагирования на эту катастрофу с выходом на возвращение глобальной экономики на темпы роста. Мы стали бороться активно с терроризмом, усилили режим нераспространения, решили ядерный вопрос Ирана через дипломатию. Мы открыли отношения с Кубой, помогли Колумбии положить конец самой длительной войне в Латинской Америке. Мы приветствовали демократически избранного лидера Мьянмы на этой ассамблее. Наша помощь помогает людям получать самим для себя продовольствие, ухаживать за больными, строить общин по всей Африке и строить модели развития взамен зависимости. Мы такие международные отчуждения, как Всемирный банк и Международный валютный фонд сделали более представительными путем формирования основ для защиты нашей планеты от последствий изменения климата. Это очень важная работа. Она позволила добиться существенного изменения к лучшему в жизни наших людей. Такое бы не случилось, если бы мы не работали сообща. И тем не менее, по всей планете мы наблюдаем действия тех же самых сил глобальной интеграции, которые сделали нас зависимыми друг от друга, когда те же самые силы приводят к формированию существующих линий разлома в международном порядке, который существует в наше время. Мы эти вещи видим в заголовках газетных изданий. Каждодневно, когда бегут беженцы, когда серьезные экономические последствия сказываются на трудящихся на наших сообществах. По Ближнему Востоку, во многих зонах распадается самый элементарный порядок, исчезает безопасность, пытаются заткнуть рот журналистам, тормозят поток информации. Сети террористов пытаются завоевать умы наших молодых людей, а в порядке опасных вещей для открытых обществ распространяют ненависть по отношению к невинным мусульманам. Могущественные страны пытаются обойти ограничения, которые установлены в их отношении международным правом. Вот парадокс, в чем состоит положение в мире в наши дни. Четверть века спустя, после прекращения холодной войны, мир, по всем оценкам, менее процветает. Тем не менее, наше общество сталкивается с неопределенностью, с проблемами и с междоусобными столкновениями. Несмотря на то, что проблемы, которые сталкиваются с нашими институтами, проблемы в отношениях между странами становятся более скоро возникающими и выходят на первый план. Я считаю, что сейчас мы все стоим перед выбором. Мы можем двигаться в направлении более качественной модели для взаимодействия и интеграции, или же мы можем вернуться обратно к миру, который намного сильнее расколот, и по-прежнему в условиях конфликта, по старым вековым линиям раскола, по признакам расы, религии, территории. И хочу предложить вам сегодня мысль о том, что надо двигаться вперед, а не идти назад. Я считаю, как бы не выглядели бы несовершенными принципы открытых рынков, подотчетного правительства, демократии, прав человека, международного права. То, что мы верстали в течение долгого времени, все это лежит в основе прогресса человечества в этом веке. Я исхожу из этой мысли не на основе какой-то теории или идеологии, а на основе фактов. Фактов, которые мы часто забываем, задумываясь о непосредственной конъюнктуре происходящих событий. Вот важнейший факт. Интеграция нашей глобальной экономики позволила улучшить жизнь миллиардов мужчин, женщин и детей. В последние 25 лет число людей, которые живут в условии крайней нищеты, сократилось с 40% человечества до почти 10%. Это беспрецедентно, это отнюдь не абстракция. Это значит, что у детей есть питание, при рождении не погибают. Матери, наряду с этим, прогресс по генетическому коду обещает нам, победу над многими болезнями, от которых мир страдал в течение целых поколений. Интернет позволяет выйти на самые отдаленные уголки планеты. По многим отраслям мы наблюдаем преобразования, которые непостижимы для человека. По сельскому хозяйству, по промышленности. Значит, тот человек, который рождается сейчас, будет иметь перспективу, более продолжительность жизни, больше доступа к разным возможностям, по сравнению со всем тем, что было в истории. Человек, кроме того, с крахом колониализма, коммунизма, у людей намного больше возможностей выбирать своих лидеров. И несмотря на реальные и трудные вопросы по тем вещам, где мы видим движение назад, темпы роста демократии усилились в последние 20 лет. В отдаленных уголках планеты люди требуют достойного отношения к себе, независимо от признака расцвета кожи, сексуальной ориентации. А тем, кому хочется отвергать это, осуждают. Соцмедиа сейчас открывают широчайшие возможности для того, чтобы люди могли проявлять сами себя. Это открывает новые ожидания для всех из нас, кто находится в власти. Наш международный порядок был столь, настолько успешным, что мы находимся в течение долгого времени без войны. За прекращением холодной войны мы находимся в мирных отношениях в Европе. Мирное положение Китая и Индия идут по пути замечательного роста. Я говорю обо всем этом не для того, чтобы преуменьшить те вызовы, которые стоят перед нами, не призывая к самоуспокоенности. Мы должны признать такие достижения для того, чтобы мобилизовать уверенность в своих силах, для того, чтобы двигаться вперед, чтобы не забывать о тех вещах, которые были необходимы для того, чтобы добиться таких результатов. Для того, чтобы двигаться вперед, нам нужно признавать то, что существующий путь глобальной интеграции требует корректировки курса. Потому что чрезвычайно часто те, кто торжествовал глобальную интеграцию, игнорировал неравенство между и внутри странами, забывал об этнических и религиозных противоречиях. Когда международные учреждения не были достаточно оснащены ресурсами для того, чтобы противостоять транснациональным вызовам, и ввиду того, что эти реальные проблемы игнорировались, альтернативные теории возобладали и в богатейших странах, и в беднейших. Религиозный фундаментализм, политика на основе этнической принадлежности, клана, секты, агрессивный национализм. Грубый популизм иногда от леваков, но зачастую от крайне правых, чтобы люди жили в свободе от внешней заразы. Мы не можем просто игнорировать такое видение. Это очень мощные идеи. Они отражают недовольство в рядах слишком многих наших граждан. Я не считаю, что такое видение может дать процветание и прогресс в долговременном отношении. Однако я считаю, что такое видение не соответствует признанию на самом элементарном уровне нашей базовой человеческой общности. Тем более, что технология, телесвязь, глобальная экономика, которая зависит от глобальной цепочки поставок, в конечном счете ведь говорит об объединении всех тех, и тех, кто хочет отрицать этот прогресс. Иначе страны замкнут себя на своих собственных стенах. Таким образом, ответ не может простым отказом от глобальной интеграции. Взамен этого мы должны действовать сообща для обеспечения того, чтобы благо такой интеграции распределять бы широко, и чтобы потрясения экономические, политические и культурные, которые вызваны интеграцией, были бы предметом очень серьезных мер. Сейчас, конечно же, не время подробно останавливаться на таких политических шагах, но в общем и целом я хотел бы предложить ряд идей, которые позволят нам добиться улучшений. Во-первых, глобальная экономика должна работать для широкого населения планеты, а не только для тех, которые находятся в элитном положении. Открытые рынки и капитализм позволили улучшить условия жизни по всей планете. Глобализация в сочетании с мощным прогрессом в сфере технологии привела к ослаблению положения трудящихся, их возможностям получить гарантированный заработок. В моей стране положение профсоюзов было подорвано, многие рабочие места в сфере производства исчезли. Зачастую те, кто выиграл больше всего от глобализации, использовали свое политическое влияние для того, чтобы дополнительно подорвать положение трудящихся. В развивающихся странах профсоюзы очень часто подавляют и часто имеют случаи коррупции и дефицита инвестиций, когда правительство реализует политику на основе экспорта. Есть опасность подрыва консенсуса, который лежит в основе мировой торговли. Примерно 8 триллионов долларов укрывается в налоговых убежищах. Система теневых банковских структур находится вне контроля глобального надзора. Мир, где 1% человечества контролирует богатство больше, чем все остальные 99% населения, никогда не будет стабильным. Я понимаю, что разрыв между богатыми и бедными не нечто новое, но так же, как и ребенок, который живет в трущобах, по соседству видит красивый небоскреб сейчас с новыми технологиями, любой может видеть, кто как живет. Ожидания постоянно возрастают быстрее намного, чем это могут обеспечивать своими возможностями правительствами, и чувство несправедливости подрывает доверие людей к системе. Поэтому, как нам исправить все эти прикосы? Мы не можем отказаться от интеграции, не можем обратно загнать технологию, не можем использовать старые модели. Если мы пойдем на рыночные войны, будем добиваться ухудшения положения своего соседа, от этих подходов мы все потеряем коллективно, и, скорее всего, это приведет к конфликтам. И в условиях разительного контраста, скажем, между успехом Республики Кореи и тем, что происходит с Северной Кореей, явно, что экономика, построенная на центральном планировании, идет в тупик. Но есть перспектива инноваций и четкий путь к возможностям для отдельных людей, успеху в масштабе всего общества. Это не означает бездушный капитализм, от которого выиграют лишь немногие. Это признание того, что экономика выигрывает тогда, когда мы перекрываем разрыв между богатыми и бедными, и когда экономический прогресс опирается на широкую основу. Это означает уважение прав трудящихся, чтобы они могли организовать себя в независимой профсоюзе, чтобы они могли себе заработать на достойную жизнь. Это инвестиции в людей, в их образование, в их возможности, чтобы они могли сами заняться предпринимательской деятельностью. Это усиление сети соцзащиты, которая защищает от бед наших людей, позволяет им идти на новые риски, идти на новую работу, открывать новые предприятия. Вот политика, о которой я заботился здесь, в США, с четкими результатами. Американские деловые круги создали 15 миллионов новых мест для работы. После экономического спада 10% американцев получали 90% благ экономического роста. Сейчас сократилось почти в два раза. И с дальнейшими инвестициями в инфраструктуру, в образование детей на начальном уровне, я уверен, что еще больше будет получено результатов в дальнейшем. И когда мы добивались таких целей здесь, в США, мы также работали с другими странами для того, чтобы смягчать чрезмерные моменты в отношении капитализма, которые могут приводить к неоднократным кризисам. Поэтому мы вместе с другими странами добивались установления более жестких стандартов по банкам и налогам, потому что общество, которое спрашивает меньше с олигархов по сравнению с обычными гражданами, будет подвержено загниению. Поэтому мы решительно боремся с коррупцией и ведем пристальный поиск незаконных долларов, потому что рынки создают больше рабочих мест, когда они строятся на кропотливом труде, а не на получении взяток. Поэтому мы повышаем и стандарты в плане окружающей среды, и защиты трудовых гарантий, как и получилось с Тихоокеанским партнерством, где благо партнерских связей разделяются намного шире. И также с учетом благ от борьбы с неравенствами внутри страны и в отношении всей планеты нужно идти дальше, чтобы сглаживать отличия между богатыми и бедными. Это очень трудно в политическом отношении задача, очень трудно тратить деньги на внешнюю помощь. Однако я не считаю, что это простая филантропия, потому что даже для небольшой частицы того, что мы потратили на войну в Ираку, можно было бы потратить средства на то, чтобы хрупкие учреждения не распались бы изначально, чтобы зародилась экономика, которая позволила бы экспортировать товары. Это не просто правильный подход, необходимый подход. Поэтому мы так серьезно занимаемся изменением климата. Если бы мы не действовали смело и решительно, то мы потом бы столкнулись с массовой миграцией, с разрушением городов, цепочек поставок продовольствия, с вспышкой конфликтов. Парижские соглашения – основа для наших действий, но они должны быть очень масштабными, поэтому нужно самым неотложным образом добиваться, чтобы соглашение вступило в силу, для того, чтобы мы избавились от разрушительных форм производства электроэнергии. Вообще фонд – это лишь начало. Нужно тратить деньги на технологии, создавать стимулы, чтобы технологии стали доступными для отсталых стран. Лишь тогда мы начнем выводить всех людей из-за условий нищеты, не обрекая детей планеты на такую жизнь, когда уже ничего на планете не исправишь. Итак, нам нужны новые модели для глобального рынка. на инклюзивной и устойчивой основе. И в том же самом отношении нам нужны такие модели правления обществом, которые были бы инклюзивны и подотчетны для простых граждан. Я признаю, что не в каждой стране в мире будут следовать одной и той же модели правления. Америка не может и должна навязывать свою систему правления в отношении других стран. Однако, как представляется, сейчас усиливается соперничество между авторитарным и либеральным подходами. Я не нейтралитет занимаю в этом отношении. Я считаю, что порядок должен быть либеральным, не только через выборы и представительные правительства, но и также на основе соблюдения прав человека, уважения прав гражданского общества, незабисимой судебной власти и верховенства права. Я знаю, что некоторые страны, которые сейчас признают мощь свободного рынка, по-прежнему отвергают модель свободного общества. И, возможно, те из нас, кто отстаивали демократию, сейчас чувствуют разочарование после прекращения холодной войны, потому что нам известно, что либеральная демократия, она не за одну волну победит в мире. Это ведь кропотливая работа по возведению подотчетных институтов. Это работа целых поколений. И зачастую результаты весьма шаткие. Иногда бывает один шаг вперед и два шага назад. В странах, которые сохраняются в границах, унаследованных от колониальных стран, с этническими расколами, противоречиями, и такие вопросы могут приводить к столкновениям между сторонами при политике, когда одна, проиграя страну, другая полностью выиграет. Это очень непростая работа. Здесь нужно ввести работу взамен сверху вниз в направлении формирования мощных демократических институтов. Обратный подход неверен. Считаю, что дорога к подлинной демократии – это самый лучший путь. Я считаю, что в 21 веке экономика может развиваться лишь до определенной точки. После этого экономика должна открываться, потому что предпринимателю необходим доступ к информации для того, чтобы что-то изобрести. Молодому человеку нужно глобальное образование для того, чтобы процветать. Независимые средства массовой информации должны строго контролировать злоупотребление властью. Без такой эволюции в конечном счете ожидания людей не будут выполнены. От этого возникнет желание подавлять, идти по пути стагнации. И в таком случае, как мы видим по истории, авторитарные лидеры либо постоянно давят других у себя дома, либо ищут виноватых в мире, а это ведет к войне. И я хочу признать, что, на мой взгляд, правительство должно служить гражданину, а не наоборот. И это я знаю на примере американской истории, на примере нашей демократической конституции, на примере нашего биля о правах человека. Простые люди могли идти маршем, протестовать. И в конечном счете, их идеи побеждали. Открывались двери для женщин, для меньшинств, для трудящихся. Такими путями, благодаря которым наша экономика стала более производительной, и наше многообразие превращалось в нашу силу. И новые и новые изобретения. Открывали новые пути для прогресса человека. Такой человек, как я, стал президентом США. Поэтому, действительно, моя логика определяется спецификой истории Америки. Но это не уникальная только Америки история. Ведь такие великие преобразования произошли в таких странах, которые так отличаются друг от друга. Например, Япония, Чили, Индонезия, Ботсвана. В странах, которые добились значительных успехов, где у населения есть чувство участия в своей стране, в Европе, прогресс в тех странах, которые прежде входили в советский блок, с движением по линии демократии, в отличие от многих других. Люди в Украине вышли на улицу не из-за какого-то заговора за границей. У них просто не было другого выхода. Они требовали перемен, потому что они видели, что в балтийских странах Польши люди жили лучше, там более открытые, свободные демократические общества по сравнению с их обществом. Поэтому те из нас, кто считает, что демократия – это важно, те из нас, кто так считает, должны решительно призывать к этому, потому что и факты, и история на нашей стороне. Это не означает, что демократия не имеет недостатков. Это означает то, что решение проблем, связанных с демократией, это привлечение в большем масштабе к решению этих проблем наших граждан. Они меньше. Да, в Америке слишком много денег в политике, слишком много привязанности к своим партиям, очень мало участия граждан, потому что из-за всевозможных законотворческих элементов мало интереса к голосованию. В Европе чрезвычайная привязанность к Брюсселю отрывают от движений, которые обычно происходят в политике. Зачастую лица, принимающие решения, забывают о том, что нужно ориентироваться на низовой уровень, а не только думать о одних экспертов-специалистах наверху. Это реальная проблема. И по мере того, как руководители демократических стран призывают демократию за рубежом, им следует также сильнее требовать того, чтобы в большей мере процветала демократия у себя в стране. Кроме того, каждая страна будет оформлять свою демократию на основе специфики многовековой истории, исходя из представлений своего народа. Я понимаю, что есть традиционные ценности, которые содействуют сплоченности и единству по сравнению, например, с моей страной, которая в свое время была построена на радикальной идее. Это свобода отдельного человека, у которого есть определенные, дарованные ему Господом, неотделимые права. Но это не означает, что у простых людей в Азии, или в Африке, или в регионе Ближнего Востока есть какое-то предпочтение, чтобы, имея правило, какой-то правитель, который полностью лишает их возможности определять свою жизнь. Это всемирный дух. Если вы сомневаетесь в универсальном значении этого желания, прислушайте к молодым людям, которые во всем мире призывают к свободе, к достоинству человеческой личности и к возможностям контролировать собственную жизнь. Это подводит меня к третьей идее. Нам необходимо отвергнуть любые формы фундаментализма, либо расизма, либо формы, которые связаны с верой в какое-то этническое превосходство, что противоречит требованиям современной цивилизации. Мы должны воспитывать терпимость в отношении достоинства всех-всех людей. Это самые элементарные вещи. Торговля, миграция, интернет. Все это может привести к тому, что в какой-то мере важные для нас элементы собственной субъектности могут быть затронуты в свободных обществах. Очень недовольны тогда, когда женщины закрывают себя. Возникают решительные протесты, когда в западной прессе публикуют карикатуры на пророка Мухаммеда в мире, который вроде бы ушел от империи. Мы видим, что Россия пытается вернуть старую славу путем силы. Сейчас есть попытки изменить историю. В Европе мы видим, люди мучаются по поводу того, как быть с эмиграцией, с изменениями в плане демографии и исходят уже из того, что те, кто выглядит как-то иначе, могут разрушить характер нашей страны. Нет простых вопросов, которые позволили бы легко ответить на это очень серьезное положение, вызванное действием этих социальных проблем и сил. И это сложные моменты национальной самообытности, но это не должно приводить к импульсному стремлению отвергать или подчинять иные группы. Если мы будем преследовать тех, кто держится других верований, если мы будем бросать за решетку людей, которые имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию, если мы не пускаем девочек в школу, если мы идем на дискриминацию по этническому принципу, то узы, которые связывают всех в нашей цивилизации, распадутся. Слишком малым является наш мир. Мы слишком сильно привязаны друг к другу, чтобы позволить себе перейти к этим старым стереотипам мышления. Мы видим, что такое мышление проявляется во многих местах на Ближнем Востоке. так сильно распадается порядок из-за того, что лидеры искали легитимность не через политику и программы, а через использование методов преследования политической оппозиции или демонизации других религиозных сект, или когда они все публичное пространство доводили до мечети, когда по многим другим местам не принимали учения других. Это и гражданская война в Сирии, и ужасающая средневековая угроза ИГИЛ, кровопролитие, рознь на религиозной почве, месть. Все эти беды быстро не устранишь. И если серьезно к этому относиться, значит, нужно понимать, никакая внешняя сила не заставит технически религиозной общины просто так существовать друг с другом в течение долгого времени. Нам нужно очень честно относиться к природе таких конфликтов, и нам в международном сообществе нужно работать с теми, кто хочет строить, а не разрушать. В этом отношении есть военный компонент. Нужно единым образом разрушать такие сети, как ИГИЛ, которые не имеют никакого уважения к жизни человека. Однако это также означает, что в таких местах, как Сирия, где нет никаких возможностей заполучить военную победу, нужно идти трудным путем дипломатии, для того, чтобы добиться прекращения насилия, для того, чтобы доставить помощь тем, кто нуждается, и помочь добиться политического регулирования, и чтобы люди видели, что другие также имеют возможность рассчитывать на уважение, достоинство человечества. Необходимо, чтобы все страны могли признать общее в человеке, чтобы люди не превращались в марионеток, воин других сторон. Пока люди не поймут, что все сообщества должны сосуществовать, угли экстремизма будут тлеть по-прежнему, и бесчисленные люди будут страдать в этом регионе, а экстремизм будут экспортировать за рубеж. А мир для нас слишком мал, чтобы просто так построить стену, и благодаря этой стене не пускать никого к себе с опасностью для общества. И то, что происходит на Ближнем Востоке, так же верно и в отношении нас. Да, религиозные традиции можно сохранять и развивать, и молодым людям надо преподавать математику, а не нетерпимость. Мы должны открывать для женщин полноправное место в политике, в экономике. Действительно, мы можем мобилизовать в наших странах возможности проявления солидарности, признавая при этом равноправные отношения для всех общин, будь то религиозных меньшинств в Мьен-Миэле, этнических меньшинств в Бурунде, или здесь, расовых меньшинств в Соединенных Штатах Америки. И, несомненно, израильтяне и палестинцы будут жить намного лучше, если палестинцы откажутся от подстрекальства и признают законность, а Израиль признает, что он не может постоянно оккупировать и строить поселения на палестинской земле. Мы все должны, как руководители, двигаться в лучшую сторону и взамен того, чтобы пожелать, должны притормаживать такое ощущение идентичности, которое приводит к принижению других. И четвертая мысль – это приверженность международному сотрудничеству на основе прав и обязанностей отдельных государств. Как президент США, я знаю, что в течение всей истории человечества власть не была сосредоточена только в одном исключительном центре. После Холодной войны, наверное, слишком многие забыли об этой истине. Я заметил, как президент, что в то время, когда это было, и наши союзники или наши противники думали, либо все беды могут быть решены в Вашингтоне, либо, наоборот, вызваны в Вашингтоне. И, может быть, слишком многие в Вашингтоне также думали об этом. Но я думаю, что Америка была редкой сверхдержавой в истории человечества в том плане, что она была готова думать шире, чем просто узконациональный эгоизм. Но мы также совершили свою долю ошибок за последние 25 лет. Некоторые из них я признал. Мы очень старались, иногда с очень большими жертвами, для того, чтобы в большей мере привести наши дела к нашим в соответствии с нашими идеалами. И во многих отношениях мы были силой в пользу лучшего. Мы получили хороших союзников. Мы поддерживали права человека. Мы приветствовали взыскательное отношение к нашим действиям. Мы преклонялись перед силой международного права и международных институтов. Когда мы совершали ошибки, мы их пытались признать. Мы пытались помочь бороться с голодными болезнями за пределами своих границ, не только внутри своих границ. Я горжусь этим. Однако мне также известно, что мы в одиночку это не сделаем. И я думаю, что для того, чтобы мы оказались на высоте ожиданий нынешнего столетия, всем нам нужно делать больше для того, чтобы нарастить потенциал международных действий. Не удастся отстранить угрозу ядерной войны, если мы всеми силами не будем заниматься ликвидацией ядерного оружия. Когда Иран соглашается с тем, чтобы установить ограничения в отношении ядерной программы, это усиливает глобальную безопасность и усиливает возможности Ирана работать с другими странами. Однако, когда Северная Корея испытывает ядерную бомбу, это угрожает нам всем. Все те, кто нарушают эту базовую договоренность, должны увидеть последствия. И те нации, у которых есть такое оружие, как США, имеют уникальную ответственность делать все для сокращения своих запасов и подтверждать базовые нормы, такие как готовность никогда не проводить испытания этого оружия. Мы не можем бороться с болезнью, как Зика, которая не признает границы. Комары не знают, что такое границы. Но мы должны обеспечить единый ответ, такой, какой был против вспышки Эболы, укрепляя системы здравоохранения, инвестируя в излечение, борясь с причинами этих заболеваний, помогая бедным странам создавать инфраструктуру охраны здоровья населения. Мы ликвидируем крайнюю нищету только если цели устойчивого развития будут выполнены, и мы, каждый, сделаем все возможное. Созидательность человека позволяет нам накормить голодных, образовать всех наших детей, включая девочек, как основу нашего развития и возможностей. Но мы обязаны подкрепить наши слова конкретными инвестициями. И мы сможем реализовать обещания, на котором основана была эта структура, для того, чтобы вместо руин войны наступило бы сотрудничество, если такие страны, как моя, готовы были бы согласиться с ограничением своих действий. Иногда нас критикуют в нашей же стране за то, что мы выступаем, за то, что верим в международные нормы, многоциональные структуры, но убежден, что в долгосрочном плане, отказавшись от определенной свободы действия, не отказываясь от готовности защищаться и реализовывать наши глубинные интересы, но, связав себя международными нормами, в долгосрочном плане мы укрепляем свою безопасность. И, я думаю, это справедливо не только для нас. Если Россия будет продолжать вмешиваться в дела своих соседей, она будет популярна дома и будет подпитывать национальные интересы, но с течением времени уменьшится авторитет ее, и границы ее будут менее безопасными. В Южно-Китайском море мирное урегулирование споров, которое открывает право, дает куда большую стабильность, чем милитаризация нескольких скал и рифов. Мы все заинтересованы в этой международной системе, и мы все обязаны инвестировать в успех структур, которым мы все принадлежим. И добрая вещь в том, что многие нации уже показали, какой прогресс возможен, когда мы идем на такие обязательства. Подумайте о том, чего мы добились здесь, в минувшие несколько лет. Вместе мы смогли мобилизовать примерно 50 тысяч дополнительно военнослужащих для миротворчества ООН, укомплектовать их всем, подготовить лучше в борьбе с чрезвычайными ситуациями. И вместе мы создали партнерство открытого правительства для того, чтобы повышать транспарентность, расширять права возможностей людей по всему миру. И вместе, сейчас, мы должны открыть свои сердца и делать большее для того, чтобы помочь беженцам, которые отчаянно нуждаются в новом доме. Мы должны приветствовать все обязательства увеличить помощь, о чем мы говорили здесь, в Генеральной Ассамблее, вместе. И сегодня днем мы подробнее это обсудим. Но мы должны выполнить все обещанное, даже если политика представляется делом очень трудным. В глазах ни в чем не повинных, мужчин, женщин и детей, у которых не по своей вине единственный выбор – это бежать, оставить все, что они знают, все, о чем мы жили. Мы должны продемонстрировать сочувствие с ними для наших детей, для наших семей, если что-то страшное произойдет с нами самими. И мы все должны понимать, что в конечном счете наш мир будет более безопасным, когда мы готовы помогать тем, кто нуждается в помощи. И когда страны, которые несут наибольшее время в плане принятия у себя этих беженцев, получат нашу поддержку. Очень много наций прямо сейчас, которые поступают правильно. Многие нации, в особенности те, которые благословлены богатством во силу причин географии, которые могут сделать больше в плане оказания помощи. Даже если они настоятельно указывают на то, что беженцы, которые пребывают в наши страны, должны адаптироваться к условиям, обычаям тех общин, которые сейчас открыли для них свои двери. Позвольте в заключении мне сказать, что я признаю, что история часто говорит по-иному, в отличие от того, что я рассказал здесь сегодня. Есть более темная, более мрачная картина истории, с которой мы могли бы согласиться. Люди очень часто мотивированы алчностью, мотивированы стремлением к власти. Большие страны на протяжении долгой истории пытались помыкать странами малыми. Племена, этнические группы, национальные государства очень часто находили удобным определять самих себя тем, что они ненавидят, а не теми идеями, которые связывают нас всех. И сразу в раз люди считали и считают, что они пришли к эпохе просвещения, однако повторялись вновь и вновь циклы конфликта и страданий. Пожалуй, в этом наша судьба. Но мы должны помнить, что выборы каждого отдельного человека приводили к новым и новым мировым войнам. Но мы должны помнить о том, что выборы людей привели к созданию Организации Обненных Наций, чтобы война подобного рода никогда вновь не произошла. Каждый из нас, лидеры, каждая нация, могут пойти на выбор, отвергнуть тех, кто призывает, к нашим самым темным побуждениям, и поддержать тех, кто взывает к тому лучшему, что есть в нас. Мы можем показать, что мы готовы избрать лучшую историю. Находясь в тюрьме, молодой Мартин Лютер Кинг писал, «Прогресс человека никогда не катится на колеса к неизбежности». Он наступает благодаря неустанным усилиям людей, которые готовы быть соработниками Господа. И изучая эти идеи, когда я посещаю многие ваши нации, я сам видел и вижу этот дух в наших молодых людях. Молодых людях, которые более просвещены, которые более терпимы, готовы к конклюзивности и разнообразию, которые более созидательны, чем наше поколение. Которые с симпатией, с сочувствием относятся к своим братьям, людям, чем предыдущие поколения. И да, часто это опирается на идеи молодых людей, но часто это связано со знакомством с другими людьми, с другими нациями. Понимание, которое уникально в истории человечества, что будущее в обязательном порядке связано с судьбой других людей, которые живут на другой стороне мира. Я думаю о тысячах медиков со всего мира, которые стали добровольцами в борьбе со вспышкой эпидемии Эболы. Я думаю о молодых предпринимателях, которые начинают сейчас новые предприятия на Кубе. Парламентарии, которые буквально пару лет назад были в Мьянме политическими заключенными. Я думаю о девочках, которые бросили вызов оскорблениям, которые бросили вызов насилию и пошли в школы в Афганистане. Студенты вузов, которые начали программы в режиме онлайн, чтобы отвергнуть экстремизм таких организаций, как ИГИЛ. Силу мне придают молодые американцы, предприниматели, активисты, солдаты, которые, недавние наши граждане, которые перестраивают нашу нацию вновь, которым не мешают старые привычки, старые обычаи, которых не заботит то, что было, а которые готовы воспользоваться тем, что должно быть. Моя семья – это кровь от крови, плоть от плоти, традиции, культуры, лица разных регионов мира. Точно так же, как Америка была построена иммигрантами, прибывшими сюда из всех стран. В моей жизни, и в этой стране, и в своем качестве президента, я узнал о том, кто мы есть, это не определяется тем, что мы принижали бы кого-то другого. Скорее, это подкрепляется тем, что мы кому-то помогли. Это не должно определяться оппозицией к другим, это должно определяться верой в свободу, равноправие и правосудие. Справедливость. Поддержка этих принципов, как универсальных, не ослабляет мою личную гордость, мою личную любовь к Америке, как раз укрепляет это. Я верю, что эти идеалы применимы повсеместно, и они не ослабляют мою готовность помогать тем, кто выглядит как я, или молиться, как я молюсь, или заверять в своей верности моему флагу, позволяет мне действовать созидательно, служить моему народу, помогать моему населению, помогать моим дочерям для того, чтобы мои шаги помогали правильному для всех людей, для всех людей, для ваших дочерей, для ваших сыновей. Я верю в это. Мы все можем быть соработниками Господа. Наши лидеры, наши правительства и эта организация объединенных наций должны отражать эту неоспоримую истину. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо.